Так, Наташа нам сейчас, пока мы едем по дороге в Хенли, расскажет несколько вопросов, которые мне задавали по поводу школы. Шумно очень. Значит, первый вопрос про форму. Какую форму я сняла? Какие формы дети носят в эту школу именно, в которой учатся? А цена, процент на форму? Ну вот мы купили, дети, конечно, подешевле, она девочка в этом году, но получилось 80 фунтов девочка в этом году, да, она пошла. В том году мы купили майку, значит, ну там включается, что? В обязательной, это черные брюки, черный пиджак, школьный с их эмблемой, спортивная форма, носки, обязательно этой школы должны с их эмблемой. Шорты, теплая кофта, футболка, значит, полстовка. И спортивные, значит, штаны. А обувь длинные? Обувь нет, обувь обычные, кроссовки. Любые, вот. Ну, рубашки белые я покупала отдельно. Получилось, значит, 150 фунтов у нас получилось на майка. На мальчика. Мальчик 12 лет, 150 фунтов на школьный год, да, форма стоит. А Джессике, конечно, мы в этом году не заказывали ни спортивные штаны, ни шорты заказали. Ну, потому что, когда холодно, у них нет физкультуры на улице все равно. Вот. Не знаю, может быть, нам надо будет заказывать потом, но пока мы не заказали. Получилось пиджак, физкультурная форма, то есть футболка, теплая кофта. Ну, это все с эмблемами вот этой школы. Носки, шорты. Это один магазин продает вот для этой школы или как? Да. Определенный, да? Да. Школьный этот веб-сайт. Вот. Получилось 80 фунтов вот на нее. Без толстовки, без спортивных штанов. Вот. Так что, ну, не дешево. Ну, конечно, не дешево. Здесь вот такие узкие дороги. Это... Ой. Countryside, то есть сельская местность. Поселочки такие вокруг города и Рейдинга. И вот такие узкие дороги. То есть никуда не съехать на обочину. И есть ужайшие дороги, где пазухи такие для машин. Встречная машина идет, ты должен съехать в пазуху, пропустить эту машину. И, ну, очень сложно ездить с непривычки. Так, продолжаем про школу. Наташа, расскажи, как вот проходят собрания в школах. Это вот как в российских школах все собираются. Нет, там оденется. Подожди, рассказывает про каждого ученика, там, плохо или хорошо, и так далее. Здесь как проходят? Здесь один на один. Тебе возвращает время. То есть, приходит 10 минут на прием учителя. Вот, но вот сейчас это старшая школа, они пошли. Вот, она маленько там по-другому. Вот в это я расскажу, как в том году у нас Майкл первый пошел в седьмой класс. И мы вот в том году у нас было собрание. Пройдем. Мы, значит, на компьютере, потому что мы присылали нам письмо по электрону, по электронной почты и таблицу такую, математика, английский, история. Значит, все предметы в линеечку выставлены и время, которое нам подходит. Ну, как бы стараешься подбирать, чтобы как бы один за другим шло. То есть, там такое большое помещение, как спортзал, и стоят столы, и много столов. И каждый учитель, учитель математики, истории за каждым отдельным столом. И вот родители ходят от одного к другому по пять минут. Каждый учитель рассказывает за предмет. На каждого ребенка по пять минут, на каждый предмет. Вот это вот мы вчера, только в том году столкнулись вот с этим. Потому что начальная школа, младшая школа, вот, сейчас Джессика ее закончила в этом году. Последний шестой класс. Там маленько было по-другому. Там тебе присылают письмо, что вот в этот день, там два разных дня дают тебе и среда или четверг, когда родителям удобно. И выбираешь просто время. И приходишь, у них там одна учительница на весь класс. И вот она сидит и рассказывает про все предметы. А в этой старшей школе, маленько по-другому. То есть там отдельный учитель по пять минут. Ну, а вот как говорят, ругают, если учитель плохо, там что-то не нравится? Здесь нет, здесь главное, у ребенка был счастлив. Все хорошо. У них всегда все хорошо. Вот мы сидим, вот, и все хорошо. Вот, например, про Майкла они скажут, например, иногда, иногда, говорят, балуются. Ну, это все мальчики, иногда, балуются. Ну, это же это оправдывает, как бы, да? Так, замечательно. Дальше. А со скольки лет идут в школу? Как детский сад здесь, вот расскажи, вот как они. Ясли, ну, я бы назвала их ясли. Они там еще, можно сказать, в памперсах. Вот, можно отдавать, если у вас деньги есть, в общем, государственная программа с трех лет вообще, когда они уже приучены к горшку. Можно отдавать и раньше, но это дорого. То есть за вас государство платить не будет. А с трех лет платит? А с трех лет платит, но определенные часы. Вот Майкл и Джессика когда ходили, там, например, у нас было понедельник, среда, пятница. С девяти утра до двенадцати. Это оплачивает государство. Ага. Если есть возможность платить у родителей, то можно их туда и на целый день пихать. А, понятно. Три часа это бесплатно? Да. Три часа бесплатно. Там два или три раза в неделю получается. Ой, как тут протиснешься-то, ел и пара. Вот. И проходит. Прошла. Ага. Вот. Ну, дальше потом до трех. До трех. Ну, с четырех лет им уже можно идти в школу. Называется нулевой класс, я так понимаю. Нулевой класс. А, с четырех лет, да? Да. Вот на своих детях же опять же говорю. Джессике, значит, 8 августа, день рождения ей исполнилось 4. Ее можно было бы отдать с сентября или с января. Вот такая вот есть. Закон такой. Вот. Если бы ей исполнилось день рождения 1 сентября, например, то бы она уже на сентябрь не попала. Только с января. Так. Хорошо. А так как у нее в августе, у меня есть выбор. Я могу ее с сентября или с января отдать. С следующего года. Вот. Значит, идут в нулевой класс. И потом пошел первый, второй, третий, четвертый, пятый до шестого класса. Вот в этом году она закончила шестой класс и перешла в старшую школу. Там уже до 16 лет, как и у нас. Вот. И еще дополнительные два года, если ты хочешь поступить в университет, можно в этой же школе оставаться. Называется Six Form Center. До 18 лет можно в этой школе находиться и подготавливаться к университету. Но многие идут, а многие тоже и не идут. Я думаю, что может быть половина на половину. Идут, заканчивают 16, идут в колледж. А после колледжа, значит, там пытаются как-то поступить в университет. Машина навстречу идет. Наташа съехала в пазуху в такую, стоит, пропускает. Такая система здесь. Очень узко. Узкие дороги. Ну, они везде, конечно, такие, но и такие тоже присутствуют. Так, все, да, пошли? В смысле, по-моему. Так, дальше. Ну, вот говорят, что слабое образование здесь. Слабее, чем вот у нас. Ты училась в русской школе, а твои дети учатся в английский. Что можешь сказать? Не сравнить с нашим российским образованием и здесь. Здесь домашнюю работу не задают практически. Так. Вот они у нас уже сейчас, Чесиков седьмой. Этот восьмой. Какую-то ерунду зададут на неделе. Какую-то там распечатать на компьютере. Какую-нибудь картинку сочинить. Там пять приложений. В принципе, и все. Очень мало задают. Вообще практически ничего не задают. Англичане, конечно, ой, столько много задают. Я говорю, вы не знаете, сколько у нас за этот. Я вот у меня подружка в России, в Санкт-Петербурге живет. Там вообще геометрия, алгебра, математика, история, русский. За один вечер все это надо сделать. И не по пять предложений, а там по три, по четыре страницы они сидят. Она говорит, уже утро следующее, и мы все еще делаем уроки. Здесь, конечно, нет такого. Я не могу. Это небо и земля. Как вот сидят за столами? Как у нас за партами по два человека или как? Не по два человека. Они сидят, значит, в начале, в нулевом классе все сидят на полу. И потом и в первом, потом и во втором, по-моему, сидят на полу. Вот, по-моему, в пятый, шестой класс я видела. Вот Джессики сидят за партами. Не за партами, а столами вместе составлены. Нету такого. Только вот на экзаменах, когда сдают экзамены, парты вот прям по отдельному ребенку. Как у нас, да? Друг за другом, да? Экзаменах что-то. По одному ребенок сидит. А так все сидят против друг друга и как бы... Все вместе, толпой. Толпой, да. А, и вот со скольки лет, до скольки, вернее, до скольки лет родители привозят и отвозят детей в школу сами? Со скольки лет могут дети ходить сами? То есть с пятого класса уже можно уходить домой самим и приходить самим. До пятого класса, то есть нулевой, первый, второй, третий, четвертый, их даже учитель не выпустит из класса, если родитель не стоит на площадке. А в пятый, шестой класс уже все самостоятельно. А в седьмом там даже не обсуждается. Так, ну что, все вроде красиво. Еще можно про школу добавить. Коя-ня. Обеды, собираем, я тебе уже рассказывала про них. Они там два-три дня едят в школе, ну там всякая ерунда, пицца, милкшейки, знаешь, вот такие. Да, да. А два-три дня, ну как им, моим детям угодно, собирают эти бутерброды. То есть я кладу йогурт, фрукты, какую-нибудь печенюшку, бутерброд, сок. Вот, ну и вот мы с тобой орешки купили, можно вот попробовать, ну как вот, знак, если будут. Вот такое все. Ну а вот это... Я познакомилась с одной девочкой, здесь Настя такая была. Сейчас они, по-моему, куда-то переехали. Она ему свеклу терла на ланч. И говорит, над ним все смеются. Я говорю, Настя, а что смеются-то? Еще в младшей школе. Потому что я ему кашу греть, ему со свеклой даю, говорит. Ну, ну, давай, что все едят, ну а что, так ребенка-то. Да, да, дети же. Ну а как вообще вот это вот принято здесь? Дразнить детей, как у нас вот там кто-то кого-то не любит. Это вообще, это вообще, конечно, здесь есть, присутствует, но это... Они пытаются, они с этим пытаются бороться. Иногда получается, иногда не получается. Ну вот я не могу сказать про нашу школу ничего плохого. Никогда я не видела, чтобы там кого-то вот обижали, издевались. Не могу, потому что учителя как-то с этим борются. Они дают всякие листовки, значки какие-то, они прилепляют на грудь себе. Ну, в общем, короче, борются как могут вот с этим. Чтобы дети друг друга не напили, да? А учителя вот только хвали. Школьная форма обязательная здесь, потому что один придет там ни в чем, а другие богатые родители, чтобы не было вот этой вот разницы. У меня там сапоги Гуччи или конверс, а у меня там и вообще с примарка. В общем, такая школьная форма обязательно. Черные ботинки у всех или черные туфли у девочек. Так что вот. А есть такие любимчики, допустим, у учителя или как-то? Про это вот тоже не слышала. Джессика бы мне сказала бы. Вот у меня Джессика, она приходит со школы и все рассказывает мне. Она мне бы обязательно сказала. Нету тут таких любимчиков. Нету. Все одинаковые. Кто вот если мне что здесь нравится, вот кто если что-то остает в математике, вот например у нас в школе, вот в нашей, куда у Майкл и Джессика, создают специальные дни, когда дети приходят пораньше и остаются с учителем тренироваться в математике или в английском, или вообще в любом. Которым остаются. Да, вот это вот мне очень нравится. И у нас вот в Майкл, в математике, да, были добавочные предметы, бесплатная государственная программа. И он очень нагнал. Очень нагнал. Догнал. Догнал. Ну в общем ты довольна, да, школой? Да. Так что уроки не задают. Лишь бы ребенок был счастлив. Ну замечательно. Дети растут счастливы. Очень хорошо. Это вот школьная форма у детей в Англии. В каждой школе одинаковая, да? Нет. В каждой школе по-разному. В каждой школе по-разному. Вот такая форма в этой школе. Хотя разные классы у меня. Только по интернету, только вот эта школьная. По интернету заказываете? Столовых нет там в школе? Есть. Есть в школе? Но там же не в столовой. Так они могут там кушать и могут с собой носить, да? И ты им собираешь вот такие? Там, значит, завтраки. Там-то у них, значит, как сказать, лимит по-русски-то. Ну лимит и есть лимит. Лимит 6 фунтов только могут они истратить в день. То, что ты не платишь, а они могут на эту сумму поесть? Мои деньги лежат у них на счету. А, ты деньги переводишь за завтраки? Да, деньги на счету. У них отпечатки пальцев. Они платят по отпечаткам пальцев. Ну, понятно. И у них только 6 фунтов. А то они там могут всю школу уже накормить. А, ну ясно. По отпечатку пальцев только 6 фунтов могут снять со счета в день. Не сразу, а можно это самое. Ну, понятно, понятно. Всего. И ты еще даешь дополнительно еще им? Нет, не даю. Нет, не деньги, а вот завтраки. Нет, не даю. Это часик. Ей еще не сделали. Она только в 7 класс, еще их не внесли туда. А, то есть... Надо одного ребенка подсоединить к другому. Но это школа делает. Ну ладно, это подробности вообще. В общем расскажешь. Я просто говорю, сегодня она обедает, вот. А Майкл сегодня школьный обед. Он не берет все. А, понятно. На нее денег еще там нет, я так поняла. И ты даешь такой завтрак. А когда присоединишь ее к Майклу, то он готов. А вот на счет. А чем там кормят? Пицца. А там пицца, пенини, там эти все эти милышики. Рост Диннерс. Да, полный обед такой. Ну я не знаю там... А сколько раз в день, вот за день, сколько она учится? Часов с 8 до... С 8 до 3. Вот. Я, конечно, не раясь, честное. Вот он есть только панини. Чекин панини, милкшейк, воду. Ну один раз они кушают, да, как большая перемена у нас была? Аблиантия. Теп mijn займ всему. -вусорь. -вусорово. Мол, их тря IPO. Продолжение следует...